Всем привет из холодного Витебска. Апрель подходит к своему концу и я сегодня хочу вам показать еще один способ размножения клематисов, который очень редко используется и который в принципе я сама только в прошлом году раз попробовала. У меня что-то получилось. Результат я обязательно покажу в конце видео, потому что всегда стараюсь, если о чем-то рассказываю, показывать результат, а не просто, как говорится, говорить, говорить и говорить. И речь пойдет о том, как можно весной размножить клематис отрастающими молодыми побегами. Вот вы видите, сейчас уже очень хорошо пошли развиваться побеги на сорте Астронова. Кстати, интересно, что сорт этот обносится к третьей группе обрезки, то есть теоретически он цветет исключительно на старых побегах, прошу прощения, на молодых отрастающих побегах и обрезается под корень. Но посмотрим, он у меня молодой, еще вот такого вот хорошего развития старых побегов не было, но как видите, тут практически до метра высоты хорошо развиты везде молодые побеги. Вот именно этими побегами я и буду черенковать. Процесс очень простой, значит, вот они отрастающие побеги в пазухах, их просто вот так вот выламываем. Получается у нас вот такой побежек. Можно брать поменьше, вот такого вот размера, где-то сантиметра 4. Вот в этом побеге я вот эту верхнюю часть прищипну. Главное, чтобы вот был хорошо развитой, как говорится, как пяточка внизу. И все это пойдет, в данном случае у меня, в парничок, и можно даже на улице под пластиковую бутылку. Значит, этот способ размножения клематисов, ну, как вы понимаете, подходит теоретически только для сортов, относящихся ко второй группе обрезки, то есть у которых зимуют старые побеги, из которых из пазухов почек могут развиваться молодые. Ну, вот в данном случае этот сорт астронова, он получается как исключение. Вот таких вот исключений из правил, когда, ну, по всем канонам какой-то сорт относится к одной группе обрезки, а он проявляет себя совершенно с другой. Очень много у меня в личной практике, я несколько раз об этом рассказывала, заостряла внимание, но всегда надо, как говорится, самому присмотреться к сорту, посмотреть, как он ведет именно у вас, и потом уже для себя делать какое-то заключение, как вести с ним дела. Ну, а сейчас пойдем в парники, посмотрим результат прошлогоднего черенкования. Итак, смотрим, вот у нас тут этикеточка. Джинси Крим был почеренкован 6 мая прошлого года. Ну и гляньте, что тут у нас. Практически метр побегов. Прекрасно себя чувствует. Здесь у меня прижилось три саженца. Сейчас я их, конечно, буду отсюда высаживать. Сильно обрежу, оставлю всего одно-два междоузли. А все остальное почеренкую. О том, как я черенкую клематисы, будет ссылочка в конце видео. Там все пошагово рассказано от и до. Ну и здесь я вам открою маленький секрет. Вот эти вот молодые однолетние саженцы, которые отрастают с очень тоненькими вот этими стебелечками, тоньше спички, где-то тут миллиметра два-три. Так вот, именно такой вот материал лучше всего поддается укоренению. То есть у некоторых сортов укореняется до 100%. В то время как, если вы черенкуете более такие толстые побеги, там процент укоренения значительно ниже. То есть вот это сейчас я все расчеренкую по новой. Ну а уже сами саженцы обрезанные посажу на доращивание. К осени это уже будут мощные кусты, которые в следующем году кого-то порадуют своим пышным цветением.